доброе утро ну что наступил сезон теплых тапочек я успела соскучиться по ним хочу сделать вкусный осенний завтрак имбирь и нужно овсянка орешки пекан изюм крахмал разрыхлитель кленовый сироп кардамон корица какая же осень без корицы на самом деле это больше даже не запеканка а скорее запеченная овсянка которую я люблю во всех возможных проявлениях для начала я в блендере измельчила орехи и морковь дальше смешала все ингредиенты перемешала оставлю настояться и останется только запечь буду запекать 25-30 минут ну наконец-то я могу позавтракать причем очень вкусно и сытно я не позволяю себе есть пироги поэтому вот такие запеканки для меня спасение и не всегда есть время готовить утром поэтому иногда запекаю вечером так как ничего скрепляющего в рецепте нет напишу вам его в инфобоксе то выглядит это как овсянка больше но зато это очень вкусно и я ем с йогуртом и со сливами морковка не слишком сладкая поэтому еще чуть-чуть полила кленовым сиропом у нас изрядно похолодало поэтому я спокойно могу начинать носить все свои новинки из одного из последних роликов я так рада что он вам понравился я вложила в него столько времени сил и энергии даже нервов расскажу вам чуточку позже мне было приятно получить от вас такую колоссальную обратную связь такое количество положительных комментариев и и самое классное в том что такие видео вас вдохновляют что вы можете применить это и в своей повседневной жизни сегодня я надела пожалуй мой любимый свитер на этот сезон и дополнила свой наряд новыми часами от бренда Daniel Wellington я являюсь их амбассадором на протяжении 7 лет я правда с большой любовью ношу их изделия и когда я увидела их обновление я поняла что они идеально пишутся в мое бежево-коричневое настроение хотя у меня еще есть некоторые планы дело в том что в их линейке iconic link пополнение у них появились цветные циферблаты выполненные в природных оттенках я себе ну кто бы сомневался выбрала янтарные в розовом золоте также есть красивейшие арктический синий и такой роскошный изумрудный ближе к праздникам я закажу себе еще одни это абсолютно точно они представлены в разных размерах у меня размер циферблата 32 миллиметра но они бывают до 32 до 40 вся вот эта новая коллекция Daniel Wellington была вдохновлена природой силу и хрупкость которые они пытались воссоздать в своих изделиях я считаю что у них очень здорово получилось с одной стороны они смотрятся так мощно на руке а с другой стороны подчеркивают хрупкость и женственность запястья помимо этой модели цветные циферблаты представлены также в линейке iconic link petite и циферблаты также бывают разными по размерам если вам что-то приглянулось или вы хотите заказать на подарок не забывайте о моем промокоде он работает всегда ося 2021 и дает 15 процентную скидку на официальном сайте все ссылки и также подробности я оставлю вам в инфобоксе а возвращаясь к нашей съемке с давидом это анекдот потому что мы договорились о ней за несколько недель у человека основная работа он живет в другом городе он приезжает специально для того чтобы что-то там сделать со мной для меня это тоже затраты мы проверили прогноз погоды кто их создает и зачем если это не имеет никакого отношения к реальности то есть ты смотришь должно было быть 20 чем-то градусов и солнца а по факту сколько там было 12 может и такой ливень который разбудил меня 5 часов утра и об этом уже из-за переживаний не смогла уснуть мы решили все-таки встретиться в кракове присели в одном из моих любимых кафе бонжур сова и встретили мою зрительницу которая разрешила нам там поснимать еще пили кофе воду привет тебя огромный это нас очень выручило я как-то так успокоилась и что вы думаете прекратился дождь если вам интересно где переодеваюсь то прямо в машине и после очередных переодевашек мы побежали снимать возвращаясь у меня открыт багажник вот прям полностью я так понимаю что я его закрыла но что-то лежало и крышка откинулась обратно я с ужасом подхожу к машине и понимаю что там компьютер прямо в багажнике все мои сумки вот эти которые не дешевые скажем так одежда я просто подхожу и осознаю что все на месте представляете мне так повезло поэтому когда в конце съемки я обнаружила штраф при том что я оплатила проховку я не сильно-то и расстроилась думаю буду выяснять но слава богу что делалось только этим так что могло бы быть гораздо гораздо хуже мне кажется у меня что-то с памятью я собиралась показать этот дуэт в мост-хэвах на осень и зиму и забыла в сумочке карандаш сифора 84 он прям в тон к помаде и помада мне понравилось тем что это не бордо и не красный вот что-то такое между наверное ближе к рябиновому что ли или мне так только кажется это dior 558 жидкая матовая помада не то чтобы по своим свойствам она отличалась от других но цвет очень красивый и сегодня я накрашена вот этими двумя средствами девчонки вы очень часто спрашиваете меня как я содержу духовку в чистоте честно говоря я не знаю откуда у меня это средство я предполагаю что мне его когда-то купила мама потому что здесь указана цена в гривнах и сзади украинский номер телефона и что это за бренд а вот амвэй и эта бутылочка у меня уже так давно надолго хватает и больше ничем собственно говоря не пользуюсь я знаю что многие любят их продукцию но у меня есть только это и в принципе окей кофеман в деле если неправильно работает кофемашина у тебя начинается ломка ты достаешь все и начинаешь срочно его ремонтировать я и техника это всегда вы же знаете один большой стресс я надеюсь что после этого будет работать кофемашина ну хотя бы делать черный кофе так как сейчас у меня де лонги и в принципе я довольна но со временем она перестала вспенивать молоко и я спросила вас в инстаграме многие написали что да такое периодически случается я показывала кофемашина в таком состоянии некоторые написали оль так налей его ну конечно я наливала и пробовала разное и раньше все было хорошо она все вспенивала но когда началась такая проблема я вообще перестала пользоваться этой функцией с молоком делала черный кофе и доливала отдельно молоко поэтому не думайте что я вообще по жизни блондинка и вы знаете я решила что как раз пришел момент в принципе мыть всю мою кофемашину то есть я разбираю ее на запчасти все перемываю потому что сюда периодически попадает вода когда он получит все вот эти трубочки и также я сделаю откаменяние к антикальк процедуру для него я когда заказывала кофемашину я сразу купила оригинальная вот этот антикальк жидкость такую и еще вы мне написали что часто не только в кофемашине забивается что-то в этом механизме я мыла конечно же его и сейчас найти его и вот это самое отключу короче я его вот так разбирала всегда трубочку доставала мыло вот и я не вижу чтобы были какие-то загрязнения здесь вот так все чисто но вы мне сказали что нужно взять отвертку и разобрать прям вот этот механизм и все хорошо промыть пожелайте мне удачи подержите за меня кулаки чтобы мне не пришлось покупать новую кофемашину и поискала я отвертки у томика потому что здесь такой болтик это все нужно раскрутить ему когда-то подарили очень классный набор помимо него ничего не нашла сейчас секунду когда он был в азии ему это презентовали партнеры смотрите какая красивая штука и мы часто ею пользуемся она такая тяжеленькая добротная и я видела много этих наборов на алиэкспресс поэтому если ищите что-то на подарок например или вам нужно что-то чтобы было дома то что же такое одной рукой сложно вот видите здесь очень много насадок и даже можно взять с собой куда-то если вдруг у вас вечно какие-то неприятности или детские игрушки постоянно нужно раскручивать это все магнитная то есть можно ставить любую насадку вот так насадку правда я выбрала как везде самую популярную но здесь помимо таких странных есть конечно и самые необходимые вообще на все случаи жизни и вот эта штука сама тоже магнитная то есть посмотрите насадки не выпадают очень удобно то иногда открываешь коробку все как вывалится потом дольше ним это не ремонтируешь не раскручивая что-то а складываешь после использования господи тут некоторые насадки все даже не знаю для чего могут пригодиться но есть и стандартные да вот так что сейчас возьмусь за работу не знаю что из этого получится но я попытаюсь отлично есть нужная насадка ну и что господи чтобы я без вас делала вот по-быстрому спасила в инстаграме что не получилось его разобрать вы мне скажете что просто нужно снять вот эту крышку какой кошмар и никогда этого не делала здесь все забито оказывается болтик можно было бы и не откручивать сейчас залью это все горячей водой пусть постоит и потом прочищу для начала нужно извлечь вот эту часть здесь все отходы после заваривания кофе я это делаю не впервые как вы понимаете если этого не делайте регулярно то все зацветет прямом смысле этого слова появится плесень и теперь это все нужно осторожно помыть на самом деле я очень довольна нашей кофе-машины и даже не представляю как мы жили без нее это здорово выручает тогда когда у тебя целый дом гостей тебе нужно приготовить больше чем две чашечки кофе до этого у меня не возникало с ней никаких проблем но как каждая техника она требует тщательного и регулярного ухода я надеюсь все уже закупились этой волшебной тряпочкой те кто приобрел его по моей рекомендации вы писали что у вас был уборочный шок потому что ей можно протирать все поверхности она убирают все разводы без каких-либо средств из микроволновки и духовки снаружи именно из плитым причем как в сухом виде так и во влажном я ее конечно обожаю я должна вам сказать я даже подружки свои дала настя она говорит боже какое чудо как идея была раньше я на полном серьезе говорю она очень хорошо все очищает это факт теперь нужно подключить вот эту часть для горячей воды слава богу она была тонак знал где она потому что я сейчас ее искала надену перчатки так как средство анти калик содержит кислоты и можно обжечь себе кожу и не дай бог это все попадет в глаза не хотелось бы сегодня в пятницу ехать в больницу поэтому постараюсь делать все аккуратно так доливаем до определенной отметки в моей кофемашине все написано я думаю что других тоже и вода ну а дальше он так будет чистится минут 20 25 пока чистится кофемашина я планирую навести порядки в ящике ада это то где мы постоянно копошимся достаем чай всякие вкусняшки орешки документы здесь все подряд с этим нужно что-то сделать так это у меня кстати стекло которое нужно приклеить на телефон потому что недавно я испугалась что он у меня разбился это был яичный белок я постоянно что-то смотрю на телефоне когда готовлю или убираюсь и он застыл и выглядело как разбитое стекло и думаю блин я же уже купила отдельное стекло но вот это которое крепится на телефон думаю пришло время значит менять телефон но нет к счастью все отмылось а это нужно приклеить я скажу вам честно что у меня и у мужа у нас вместе не хватает сил и времени на то чтобы убраться за один день или за все выходные внутри дома снаружи по ухаживать за садом при этом чтобы еще и порядок был на всех полках во всех выдвижных ящиках поэтому я себе это как-то раскладывал по дням я люблю подоставать все что у меня там имеется попротирать сделать влажную уборку и пройтись еще дайсоном дайсон это конечно супер вещь во всем доме мой любимый чай на холодное время года как видите я запаслась это honey and suns не у меня в разных упаковках потому что покупала в разное время заказывала еще хотела вам показать вот этот чай тоже очень очень вкусной пукка он даже слегка сладковатый мне кажется что здесь есть то ли лакрица то ли что-то такое да точно и чуть-чуть пряный сахинацеей и с ягодками такой если конечно вы не любите лакрицу имеете ввиду но мне как-то очень по душе и вот этот скин детокс конечно это очень относительно все детокса не будет на вашей кожи но он вкусный это тоже чай без кофейна вечерком пью летом я гораздо меньше употребляю чая это что-то я даже не знаю кто-то мне наверное дарил господи сколько здесь всего и и вот это тоже для куркума латте помните в прошлом году мы с вами овсянку готовили это тоже смесь из айхерп нужно протереть это тряпочкой значит вот этой смеси хватает на очень долго и куркума и всякие такие согревающие пряные приправы здесь также есть очень вкусно с теплым молоком особенно когда чувствую что первые симптомы простуды люблю это не излечит вас от гриппа понятное дело но когда хочется чего-то согревающего и говорят что куркума латте это тоже очень полезная вещь можно и самому сделать смесь я не спорю но это удобный вариант и здесь много компонентов не дешевое удовольствие но я покупала очень давно и до сих пор еще не закончилась еще помните я покупала кофе без кофеина на самом деле это не кофе а напиток из цикория так вот увидела у леры каменская она показывала в инстаграме что в украине продается этот бренд инка когда мы жили в сковине под краковом там находилась фабрика она по сей день там и когда жарили зерна цикория так вкусно пахло там еще печеньки выпекали их помню еду по парку с детьми это хочется кофе с печенюшкой это один из самых популярных напитков в польше и вот также дают детям потому что это не кофе вы понимаете да с молоком или с горячей водой можно заваривать если продается в ваших странах то попробуйте инка их есть много вариантов и очень часто покупают пожилые люди кому нельзя кофе в этот раз я постаралась организовать все таким образом чтобы с одной стороны стояли напитки и чаи какао и так далее а со второй все для выпечки я по жизни женщина хомяк я не могу когда у меня в холодильнике и в кухне в принципе пусто потому что вдруг не вздумается что-то приготовить я готовлю много и часто поэтому продукты я очень редко выбрасываю ура я закончила теперь все чаи какао все наши напитки на сухофрукты орешки даже тортилья и просто нигде и охранить придумала для нее здесь место она виде себя обитает не обошлось и без нутеллы так так не разливайся я только убралась нутеллу мальчики любят и иногда я разрешаю я не стараюсь не воспитывать их в таких жестких ограничениях что мы чего-то совсем не едим что это нельзя потому что когда они придут куда-то где это будет они сидят ведро запретный плод как говорится всегда сладок порядочек ну что проверим работает или нет только попробуй не работаете с тобой эту час танцевала капучино гляньте сколько пены я поставила высокую правда но я уж напишу вас дайте по полной программе протестить всем спасибо за помощь ну а если вы столкнетесь с такой же проблемой то теперь знаете что все разрешимое вовсе не обязательно бежать в сервис чтобы я без вас делала а ой девчонки ко мне приехала посылка из алиэкспресс это мои личные приобретения я сейчас отпарю коврик для ванной комнаты и посмотрим что из этого получится по поводу налогов в евросоюзе они не насчитываются при доставке но я заметила что цены повысились тем не менее я считаю что это того стоило коврик кстати довольно такой мягенький плотный но так как он какое-то время находился в посылке дата он слегка примялся сейчас я это исправлю и я нашла органайзер для сумок в принципе можно использовать для чего угодно я думаю что под тяжестью вещей он в принципе и так расправится но можно пройтись или утюгом с функцией отпаривания или же отпаривателем если он у вас есть сейчас поставлю сюда сумки и посмотрите как это выглядит можно хранить в гардеробной в шкафу а у меня в комнате стоит вешалка там какие-то вещи которые я часто надеваю которые часто используют чтобы не бежать на последний этаж часть вещей у меня хранится там сейчас ой класс теперь все будет организовано я выбрала сумки покрупнее то есть но для меня это оптимальный размер и многие у меня еще даже меньше несмотря на то что они не маленькие вот эти две они все равно не занимают весь органайзер и по высоте и также в ширину видите там свободненько не хотелось чтобы там все как-то примялась чтобы как-то потом некрасиво это выглядело и можно выбрать такие органайзеры на большее количество сумок например на 5 но как-то я хотела это хранить именно на вешалке в своей комнате поэтому на 3 как раз окей супер обязательно оставлю вам ссылочки внизу здесь правда в детской ванной комнате идет стирка поэтому по-быстрому вам покажу все выровнялось не могу сказать что это прям коврик на 5 с плюсом но за свою цену это 5 с минусом скажем так на самом деле ни один банный коврик не живет слишком долго посмотрим сколько этот выдержит у нас но я довольна выглядит это очень стильно красиво и хорошо вписалась наш интерьер заказала несколько трикотажных костюмчиков вот первый из них он интересовал многих из вас размер тоже по моему универсальный расцветки разные у меня то ли голубой то ли мятный но в жизни он прям мятный это тот цвет который сейчас актуален и первые разы когда я надевала его была тугая горловина со временем это разошлось не прям так чтобы он меня душил но я знаю что некоторым это может быть не комфортно он не короткий еще раз скажу что я не высокая барышня вот и я специально сейчас вот только буду класть в стирку не стирала его два раза и и брюки выглядят вот так когда ходишь иногда когда трикотаж слишком тонкий они быстро провисают вот в коленях здесь после стирки даже вот это исчезает я носила его на протяжении двух недель не заметила чтобы он скатался конечно если в него будет тереться какая-то фактурная сумка то скорее всего это слегка произойдет но так катушки не образовались специально ничего в инстаграме не говорила не делилась с вами ссылкой потому что нужно было понимать и такие трикотажные костюмы служат несколько сезонов зачастую хотя у меня был очень и очень похожий из резерта если вы помните внизу тоже были резиночки в костюме из резерта он закатался довольно быстро но тем не менее я его носила и очень любила трикотаж здесь приятный очень мягкий не тонкий но конечно же шерстью здесь и не пахнет очередная бежевая вещь даже комплект мы с микой хорошо друг другу подходим да мягучка тоже из алиэкспресс если в ваших стационарных магазинах есть нечто подобное то я не стала бы испытывать удачу и и вестись на положительные отзывы их очень много на странице продавца если это были невысокие девушки то окей а если выше то сейчас покажу в чем загвоздка это универсальные размеры я думаю что он где-то до м ким кофточка здесь удлиненная вот такая не сужается к низу а брюки внимание я метр шестьдесят два и даже на меня они слегка коротковатые но разве что носить именно типа как укороченные какие-то не знаю для меня дома окей не будут слишком быстро пачкаться материал здесь в принципе достойный покажу вам поближе не было никаких ниток по моему были разные расцветки тоже оставлю вам ссылку но предупредила обо всех нюансах очень люблю эти пижамы заказала себе еще в осенней расцветки только у меня размер м и эти пижамы противопоказано стирать в очень высокой температуре потому что они могут сесть это писали другие девчонки я ставлю наручную стирку также не сушу в сушилке и с моей предыдущей розовой тоже все хорошо такие костюмы я ношу ну как пижамы я ношу в том числе и дома очень приятный хлопок нет никаких ниточек как видите рукав также не короткий и я бы точно брала на два размера больше в ойше например пижамы с на меня велики и они там довольно дорогие вот это обошлась мне ну меньше чем в том же ойше тем не менее сидит неплохо мне все нравится и расцветка необычная я нигде такой не видела их там огромное количество на самом деле тоже напишу вам у какого продавца я приобретала и и эти пуговки все расстегиваются штаны на резинке высокие я их не подтягивала как-то специально высоко и видите какая длина я вам еще в прошлый раз показывала розовую пижамку и говорила что супер находка не это собственно говоря такая же начеса в ней нет но ткань не тонкая я не могу уснуть если мне холодно и особенно когда наступают реальная холода ночью у нас не слишком высокая температура сплю под пуховым одеялом надевающие пижамы с длинными штанами только тогда я не закачу зубами ночью так выглянула за окно и вдохновилась там все еще тепло но уже по осеннему уютно мы потом с вами пойдем в сад и мне захотелось слегка освежить интерьер я ничего нового не докупала у нас вот эти синие подушки серый и белый цвет и вот эти натуральные такие сейчас они в темноте слегка так падает свет декорации на стене я думаю что они тоже неплохо будут смотреться с моими наволочками и пледом наволочки вы знаете я покупала давно еще в прошлом году очень классный материал в зарахом особенно если брать на распродаже то супер покупки и после стирки выглядят прилично приятный глазу арахисовый цвет не слишком часто встречается сочетание теплого карамельного любого оттенка с зеленым а мне хочется именно так чтобы в сочетании с природой с тем что за окном по плану все это разгладить отпарить и завтра займусь сменой декораций а в сад мы с вами пойдем после выходных по той причине что здесь гульня как говорили мои родители полным ходом у нас очень классная девчонка соседка они так играются всегда что-то интересное придумывают вот по приносили все наши гаражи да девочка тоже игралась с мальчиками и они все это строили не так ездили машинками сколько строили я обнаружила чашку в горшке чашку я пожалуй заберу это это может плохо закончится и когда они вернутся домой то нужно будет и загнать это все поскладывать не буду этого делать сама они должны научиться убираться после себя вот так одним глазом все-таки глянем что в саду происходят травы зацвели солнышко такое как не вдохновиться правда в этот день я готовила на ужин гуляш из говядины получалось очень вкусно и ароматно но будьте осторожны с говядиной она тушится долго именно поэтому мясо я нарезала очень маленькими кусочками так как покупала его в новом для меня месте и не была уверена что все будет как обычно дальше я беру блендер и измельчаю в нем чеснок с предварительно нарезанным на половинку луком так гораздо быстрее и без слез наливаем в кастрюльку растительное масло и тушим три минуты добавить мясо и тушить еще пять под крышкой я же тем временем нарезаю кубиками два вида паприки это не обязательно можно взять одну добавляю немного сахара томатной пасты и нарезанные помидоры без кожуры у меня кстати из банки потому что не было времени красное вино и немного воды дальше выкладываю приправы гуляш должен быть пряным и ароматным берем молотую сладкую паприку соль зиру майран и лавровый лист список всех ингредиентов и пропорции я оставлю в инфобоксе накрываем крышкой и тушим 40 минут на небольшом огне и периодически не забывайте помешивать спустя это время выложить паприку в кастрюльку и тушить до мягкости мясо и овощей очень вкусно подавать с гречкой картофелем или кнелликом это такая булочка на пару я делала но это слишком много заморочек первый и последний раз я немного передержала гуляш мясо должно остаться мягкими кусочками но все-таки получилось супер вкусно и сытно я что не поняла я до сих пор еще не переключилась на осень а мне приехал адвент календарь от лук фантастика спасибо большое мне кстати никто ничего не говорил что я должна его ожидать но мне приятно это кстати очень стоящая вещь и быстро разбирают на них буквально охотятся потому что у них всегда классное наполнение мы даже с подружкой смотрели ой когда она у меня была сколько же он стоит около ста евро давайте сейчас раскрою это не реклама не само даже интересно что здесь и посмотрим стоит или нет потому что очень часто заявлено что содержимое всего адвент календаря по стоимости несколько раз дороже чем сам адвент календарь но адвент календарь одиннадцатого сентября это по-моему слишком нет номер один ой такая такое большое отделение и что-то маленькое о это очень классный бренд и дорогой когда-то у меня что-то от них было я еще заказывала из америки у у нас тот бренд не был представлен по моему кислотный пилинг в виде маски или что-то такое мне очень нравилось сейчас даже не вспомню много времени прошло с тех пор но хорошо будем пробовать это умывалка увлажняющая я сейчас не стану показывать как я открываю каждое отделение но покажу уже общую картину в этом году все-таки преимущественно уход причем уход за лицом есть кое-что полноразмерное что-то для души для тела для волос и я нашла пять штучек декоративки это карандаш для куб черный карандаш для глаз миниатюра жидкого хайлайтера айконик вот это забыла показать мастхэвах на осень и зиму нарс оргазм румяна очень красивая такие розовые с небольшой персиковинкой и золотистым переливом на самом деле универсальная штука и с этим спрей спрей можно использовать перед макияжем или после макияжа от ила маска тоже не дешевое удовольствие еще впервые вижу в таких адвент календарях бомбочку для ванной и даже свеча от бренда ритюалс я когда открыла адвент календарь не могла понять что же так вкусно пахнет аромат я думаю что всем придется по вкусу и здорово то что она белая тоже в ноги интерьеры хорошо впишется даже в ванную комнату можно поставить если вдруг вы заинтересовались могу оставить ссылку внизу возможно они еще не распроданы но это не точно можете глянуть а я пошла собирать теперь все миниатюры и куда-то пристраивать эту коробку потому что я не выдержала и по одному не открывала весь декабрь распаковала карандаш для губ возможно сейчас камера не так передает но по цвету похож на пилоток поэтому супер-супер будем пробовать все-таки мое вдохновение придется отложить на какое-то время проживем без ковра это не самое главное в жизни как говорится и в радости и в горе вместе я успела одеть куртку но не успела вовремя вывести миг он сейчас мой день напоминает беготню на улицу вечную и уборку причем как бы то что вы сейчас видите это еще мелочи жизни это то что заставляет меня расстраиваться когда ты видишь что кому-то плохо и ты ничем не можешь помочь это очень больно но главное не сдаваться что мы собственно говоря и делаем выхода у нас особо нет и будем просто поддерживать нашего любимца как можем и бог с ними с теми коврами убраться не так-то и сложно спасибо что вы были сегодня со мной не забывайте поставить пальчик вверх и пока пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч